Здравствуйте! В эфире наши новости студии Юлия Диасамидзе. Сегодня в выпуске. 22 августа в нашей стране отмечали День государственного флага. Саранпаульцы в очередной раз с размахом и выдумкой отпраздновали День своего села. В этот раз юбилейный, 175-й. В Эгриме прошло традиционное августовское совещание педагогов района. Об этом и другом смотрите в нашем выпуске новостей. На протяжении более двух десятилетий в России отмечается День государственного флага. Российский триколор являлся знаменем государства, пока решением большевиков в 1918 году не был отправлен на покой и заменен ярким красным полотном с изображением серпа и молота. В 1994 году, отлежавшись на полках и подкопив силы, флаг вернулся на свое законное место. Бело-сине-красное знамя получило свою персональную праздничную дату в календаре – 22 августа. День государственного флага объединяет весь многонациональный российский народ, демонстрирует его мощь и единство, символизирует свободу, независимость и суверенитет России. В этот день на центральной площади поселка Березово состоялась акция «Голубь мира», участники которой запустили в небо более 50 белых шаров с бумажными голубями, символизирующими мир, свободу и независимость. Под флагом нашей России мы придем к процветанию нашей Югры и нашего Березовского района. От всей души поздравляю вас с этим великим праздником. Хотел бы пожелать ребятам, чтобы они учили историю, гордились Березово, гордились Березовским районом, Югрой и Россией в целом. А старшее поколение помогало нашему подрастающему поколению направлять их на путь истинный, с любовью и верой, надеждой в наше будущее. От всей души с праздником, здоровья вам, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. О том, как и гримчане отметили День государственного флага, смотрите в материале Оксаны Дятловой. День государственного флага свою историю ведет от событий августовского путча, когда триколор использовали сторонники Новой России. Впервые же бело-синий-красный флаг был поднят еще во времена царствования отца Петра Первого Алексея Михайловича на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства. Отцом российского триколора по праву считается Петр Первый. Именно он утвердил флаг как государственный символ России в знак уважения к памяти отца. День российского флага, ну, все-таки это Россия как бы возрождается. Конечно, День российского флага – это такой праздник, который объединяет всех россиян, воспитывает в нас чувство патриотизма и, в общем-то, в современных политических условиях с каждым годом, я думаю, что этот праздник становится более значимым. Все больше и больше мы понимаем, что мы россияне, что российский флаг – это вот тот символ, который триколор – красный, белый, синий, тот цвет, который объединяет нас, делает нас единым народом, с едиными целями, задачами нашей страны. Ну, я думаю, что это очень важно. Наша съемочная группа решила провести небольшой опрос среди жителей Игрима. У игримчан с самых разных возрастов мы решили узнать, что они знают о главном государственном символе нашей страны и с чем у них ассоциируются цвета российского триколора. Он выглядит в три цвета – белый, синий, красный. А что эти цвета означают? Белый – знак. Как вы думаете, просто? Это свободы, синий знак, воды и красный – огня. Белый – это, наверное, облака, синий – это небо и красный – это солнце. А как ты думаешь, зачем стране нужен свой флаг? Вот нашей стране зачем флаг нужен? Чтобы она отделялась от всех. Белая – жизнь, чистая, праведная. Красная – это, чтобы быть, наверное, жить как огонек, как светит, и что у нас синяя, синяя, ну, синяя – это небо, небо, чистота тоже все. Это должно быть внутри, как отче наш, внутри всего, для того, чтобы какой-то стержень был, да, духовный. Как видно из запроса, все интерпретируют цвета флага по-разному. По одной из версий, красный цвет символизировал державность, лазаревый – покровительство Богоматери, а белый – свободу и независимость. В последнее время День государственного флага становится все более значимым и обретает свои традиции. В городах и поселках проходят флешмобы, праздники, митинги. В Игриме по этому случаю состоялся большой праздничный концерт. Ах ты, Русь моя, Русь ты вольная, Сердцу милая, хлебосольная, И свободно ее ты была всегда, Мы не отдадим, это никогда. Отмечая День государственного флага, Мы ощущаем себя частью великой державы, Гордимся, что мы – дети великой страны. Россия, Россия, В этом слове огонь и сила, В этом слове победы в пламя, Поднимаем Россию и знамя. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, Авторское телевидение Березова, Игрима. Саранпаульцы в очередной раз с размахом и выдумкой отпраздновали День своего села. В этот раз юбилейный, 175-й. Кроме праздничного концерта, массовых гуляний, гости и жители Саранпауля могли увидеть работы народных умельцев из творческих мастерских по изготовлению предметов быта северян, оценить работы юных и уже опытных художников, а также окунуться в прошлое Саранпауля, познакомившись с выставочным проектом «Земная колыбель» родной стороны. Ну и, конечно же, отведать блюда национальной кухни народов Севера. 175 лет – это уже колоссальная история. История не только Саранпауля, это история Березовского района, это история Югры. 175 лет назад, когда практически в третьей, второй нашей исторической деревне Саранпаульской объединились комизыряне, получили добро в Манси на проживание здесь. И, знаете, вот накопившаяся история, накопившаяся культура, которая уникальнейшим образом сохранена и она развивается, развивается очень динамично. Вот это говорит о том, что, вот посмотрите, сколько детей, да? Это говорит о том, что еще многое-многое впереди у селян, жителей Саранпаула. Более подробно о праздновании Дня села мы расскажем в наших следующих эфирах. К другим темам. Более 90 педагогов со всего Березовского района приняли участие в традиционном августовском совещании. В этом году конференция педагогических работников была организована на базе Игримской средней школы номер один. Ее темой стало открытое образовательное пространство, достижение проблемы, перспективы. С каким настроением и планами учителя вступают в новый учебный год, узнала Оксана Дятлова. Приближается знаменательный день, открывающий дорогу в мир знаний. 1 сентября перевернется страничка, закончится лето и начнется новый учебный год. И вот по многолетней традиции педагоги и преподаватели собираются вместе, чтобы обсудить ключевые моменты предстоящего учебного года, поделиться творческими планами и наметить общую стратегию развития школьного и дошкольного образования. В августе встреча – это здорово, как сбор урожая. Вот все отдохнули, вот с чем приехали, с каким урожаем, с каким настроением на новый учебный год. Это самое главное. Ну и немножко в отпуске забываются какие-то вещи, ты на другом акцентируешься. То есть августовка, она дает возможность переключиться на работу и на радостном позитиве переключиться на работу, потому что рядом друзья, коллеги. В общем, как бы позитивно. Вот августовка – это для меня, наверное, нисколько какое-то принятие решений каких-то, потому что иногда называют, что за 5 лет это не сделаешь. А именно настрой на работу такой высоко мотивированный. И ты приезжаешь, ты понимаешь, что раз ты работоспособен, иначе ты коллектив зарядишь вот этой энергией. Вот это, наверное, самое главное в августовке. В работе совещания приняли участие представители науки, духовенства, средств массовой информации, депутаты, специалисты комитета образования, учителя и директора школ, заведующие детских садов, а также работники дополнительного образования и ветераны педагогического труда. Всех собравшихся поприветствовал глава района Владимир Фомин. А свое выступление он начал с торжественного момента выручения почетных грамот и наград. Три педагога, а именно Ирина Бойченко, педагог Центра поиск, Елена Васильева, учитель Хулимсунской средней школы и учитель Игримской школы номер один, Баби Камал Ниязова удостоены высокого звания почетный работник сферы образования Российской Федерации. На вас возложена очень ответственная миссия по воспитанию наших детей, начиная с дошкольного возраста, с наших детских садов и заканчивая получением общего либо среднего образования. Традиционно я вас полная ответственностью говорю, что система образования Березовского района, каждая наша школа, каждый наш детский садик, это сложившийся коллектив, это выверенные руководители с большим опытом, с большими традициями. Глава района отметил, что все образовательные учреждения готовы к началу учебного года, если не на все 100%, то в достаточной степени, чтобы новый учебный год прошел качественно и без проблем. А также напомнил о самых заметных достижениях юных березян. Это победа Саранпаульцев на чемпионате России по национальным видам спорта, это третье место на окружном этапе конкурса «Лучший ученик года» и многое другое. Что касается совещания, оно состояло из двух частей, двух блоков. Сначала состоялось пленарное заседание, где прозвучало много приветственных слов и докладов. После обеда началась работа с секцией. Педагоги школ обсуждали тему преемственности в образовании, поскольку личность ребенка начинает складываться еще в детском саду, и его образование начинается с самого раннего возраста. Тема у вас в вашей консультации «Открытое образовательное пространство». Мы часто говорим об этом пространстве, открытое образовательное. И я думаю, что здесь понятно, что сейчас любое образовательное учреждение не может работать в рамках только своих стандартов. В детский сад есть такая цель, определенная школа, и потом уже получение профессии. А педагоги дополнительного образования обсудили свои проблемы, в том числе создание условий для устойчивого развития национальной культуры, изучения и сохранения родных языков. Я, конечно, в августовском совещании в первый раз, конечно, поэтому мне очень все понравилось. И то, что говорили сегодня на секции, понравилось. Вот эти про сертификаты говорили. Ну и, конечно, немножко коснулись, как работать по новым технологиям, по родному языку. Итогом совещания этого масштабного мозгового штурма стал проект резолюции, где отражены основные пункты и тезисы будущей работы. В частности, реализация шахматного образования и введение нового учебного предмета астрономия. А также принятие активного участия в проекте «Российское движение школьников» и реализация патриотического проекта «Юн-армия». Дети – это наше будущее. И то, что позитивно настроенный педагог после августовской конференции возвращаясь в школу, понимает, что впереди столько интересного, и в его руках формирование личности ребенка – это, конечно, здорово, замечательно. Пусть у всех педагогов будет побольше солнечных и радостных дней, пусть наши детки с удовольствием ходят в школу и в детский сад, и пусть родители гордятся успехами своих детей. Завершилось августовское совещание красочным и дружным флешмобом. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березова» и «Грим». В нашей необъятной стране есть много легендарных людей, и у каждого из них своя малая родина, свой родной край. В преддверии празднования 424-го дня рождения «Березова» мы продолжаем рассказывать об интересных людях, достойных уважения в области искусства, спорта, культуры, живущих в нашем поселке. В этот раз мы познакомились с творчеством Людмилы Лопоненко. Несколько лет назад она попробовала себя в живописи и не смогла остановиться. Наша съемочная группа заинтересовалась авторскими работами и встретилась с начинающим художником. Уже все сделала, нет, что-то не то. И увидела вот эти наши, вот эти вот оранжевые, эти облака. И вот его дорисовала, смотрю, она как-то загармонизировалась у меня вверх с этим. Это вот этот мыс желтенький. Небольшая уютная комната. На стенах живописные пейзажи. Здесь же рабочее место. Рядом с диваном мольберт, на нем холст. Под рукой палитра, краски и кисти. Людмила Лопоненко разбудила в себе художника несколько лет назад и не смогла остановиться. Учитель мой интернет. Потому что все, что я не знаю, все, что я хочу, я открываю интернет. А сейчас там все больше и больше. Когда я пишу, это просто вот не передать. Когда вот я сажусь за холст, особенно вот первые эти, я могу, для меня время летит мгновенно. То есть вот я встала с кровати, бегу к своей даже иногда. Как встала в этой ночи, так бегу. Так, вчера я рисовала, легла поздно. Смотрю, как же у меня здесь что получилось. И ой, вот все. Утром уже видишь, потому что вечером глаз нам замылился, уже нет. Садишься и все, и начинаешь править. По словам Людмилы Георгиевны, вдохновение она черпает повсюду. Из шелеста листьев, из дуновения ветра, из голубого неба. Во дворе много заветных мест, где можно побыть наедине с природой. Фотоаппарат практически всегда под рукой. Северная погода очень часто непредсказуема, порой капризна. За минуту солнечное небо может укрыться пушистыми облаками. Поэтому фотографии, остановив мгновение, очень часто помогают начинающей художнице передать настроение от увиденного на холсте. Такое чувство, когда садишься, особенно перед белым, уже ты знаешь, вот этот сюжет ты выбрал. И такое чувство, ну все, Господи, помоги, естественно, с Богом. И начинаешь. И что из этого получится? Какая вот она картина, ты же не знаешь, вот вы сдакает, но все равно думаешь одно. Иногда получается вот то, что ты хотел, и получается. Такое чувство, ну просто не передать. На крыльях летать хочется. Вдохновляет березовскую художницу природа не только родного края. Иногда она берет за основу понравившиеся пейзажи из интернета или настенных календарей. Когда Людмилу Георгиевну посещает муза, она включает любимую музыку. И не замечает, как в творческом порыве пролетает время, и утро сменяет вечер. Мне нравится инструментальное. У меня прям вот есть концерт, там весь, вся собранная инструментальная, любая. Вот иногда, включаю, значит, то есть тоже, опять же, по настроению. Иногда очень люблю Магомаеву слушать, люблю Анну Герман слушать, Кристалинскую, то есть вот тех 60-х годов. В Березово Людмила Лапаненко приехала в 1970 году, после окончания Омского медучилища. Работала в центральной аптеке фармацевтом-провизором 26 лет. В это время получила высшее медобразование в Тюмени. После переподготовки в Москве перешла в комитет образования главным специалистом по охране здоровья. Пять лет назад вышла на пенсию. Именно тогда у нее начался роман с поэзией и живописью. Древний град наш, Березов родной, горделиво над Сосевой стоит. Вечных лиственниц склон над рекой обрамляет величие вид. Знаменит на Россию он всю. Здесь светлейший князь Меньшиков сам сослан в острок, а позже за ним Долгоруковы, граф Астерман. Знаменитой селедки у нас, Та, что водится в Сось во реке, Удивлялись цари, И сейчас нет ей равной по вкусу нигде. Здесь богаты тайга и река, Дичью, рыбою ценных пород, Покоряешь сердца навсегда Великолепием дивных красот. Величавый, красивый и нежный, Сквозь века ты стоишь над рекой. С днем рождения, Березов мой, снежный, Не устану гордиться тобой. В этом году у Людмилы Георгиевны появилась уникальная возможность поделиться своим творчеством с жителями и гостями Березова. 7 сентября в преддверии празднования Дня поселка в Березовском районном Крывическом музее откроется выставка ее авторских работ под названием «Души, восторженные струны». Юлия Диасамидзе, Владимир Чернышев, авторское телевидение Березова. Как мы уже рассказывали в нашем эфире, в Березовском районе, как и по всей стране, начинается активное внедрение больничных листов, временной нетрудоспособности в электронном виде. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 июля этого года. Так называемыми первопроходцами станут и Гриммская, и Березовская районные больницы. Все плюсы и минусы технического нововведения изучила наш корреспондент Оксана Дятлова. Итак, немножечко расскажу, что это за федеральный закон и что нам нужно сделать для реализации данного закона. Закон дает возможность гражданам получать больничные листы в электронном формате. Электронный листок нетрудоспособности, будет иметь равную иридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе. Свой визит представитель фонда социального страхования Зульфия Канева начала со встречи с медицинским персоналом Игримской районной больницы. Ведь именно им предстоит в самое ближайшее время вводить новый формат так называемого больничного листа. Сразу стоит оговориться, что электронный лист временной нетрудоспособности вовсе не заменяет обычный бумажный вариант. Он предлагается как альтернатива и оформляется с письменного согласия пациента. Эксперимент по выдаче электронных больничных листов начался в 2014 году. Новые листки открывали в Белгородской и Астраханской областях, в Москве, Крыму, Севастополе и Новосибирске. Пилотный проект завершился успехом. Кроме того, финансисты подсчитали, что экономия от нововведения составит как минимум 12 миллионов в год. Сегодня было задано очень много вопросов со стороны медицинского персонала. Каким образом будем работать? Конечно, это страшно. Изначально все новое, как мы говорим, глаза боятся, а мы все-таки будем делать и внедрять. Плюсы электронных листков для компании очевидны. Сократятся затраты на учеты хранения больничных листов. Снизятся трудозатраты бухгалтера. Ведь уменьшится количество сведений, которые надо передавать в фонд. Подделать электронный листок невозможно. Его проще заполнять, не требуется следить за цветом чернил, размером букв, расположением печати и так далее. Для работников такие поправки тоже принесут пользу. Сотрудники компании будут получать пособие вовремя, без задержек. А расчет смогут проверять с помощью калькулятора в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования. Свои минусы, конечно, в том, что это все новое, оно всегда с небольшими трудностями идет. Пока отладится программа электронная, пока научатся люди всем нюансам. Плюсы то, что в перспективе человек, заболевший, у которого есть исходные проблемы здоровья, придя к врачу, этот листок невоспособности будет выписываться в электронном виде и в режиме реального времени он будет отражаться как на сайте Фонда социального страхования, так и на сайте работодателя. Также специалист Фонда социального страхования Зульфия Канева провела обучающий семинар со страхователями, представителями крупнейших предприятий и организаций. Она отметила, что нововведения коснутся всех работающих жителей Березовского района, а это более 10 тысяч застрахованных граждан. Остается добавить, что в Игримской районной больнице электронный больничный лист будет в ходу уже с 1 ноября этого года. Что касается небольших сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, электронный формат придет туда несколько позже. Оксана Дятлова, Дмитрий Неттин, авторское телевидение Березова, Игрим. Экстремизм не пройдет. Пожалуй, такой вывод можно сделать по итогам заседания межведомственной комиссии Березовского района по противодействию экстремистской деятельности. Из всего перечня рассматриваемых вопросов каких-либо опасений на предмет угрозы межнациональным отношениям в муниципальном образовании не выявлено. Подробности в следующем сюжете. Представители администрации района, правоохранительных органов и иных заинтересованных структур. Составка миссии без изменений, как и цели ее работы. За текущий период 2017 года было проведено два заседания межведомственной комиссии по противодействию низкой деятельности и одно заседание Координационного совета по делам национально-культурной автономии. Буквально недавно, в мае 2017 года в городе Хантаматистский прошел окружной малолюбный форум, посвященный противодействию экстремизму национальной религиозной нетерпимости. От Березовского района была делегация в составе пяти человек. О том, что с предупреждением и профилактикой вопросов не возникает, можно судить, исходя из докладов и прийти к выводу, что среди основных направлений деятельности в данном вопросе прежде всего работа с подрастающим поколением. В образовательных учреждениях проводится деятельность по данному направлению с использованием различных форм и методов. Все перечислять не буду, а стану послешно некоторых. Например, такие, как различные национальные фестивали и праздники народов Российской Федерации проживающих в поселениях. Это семейные посиделки со знакомством и с традициями и обрядами семей. Литературные гостиные по творчеству поэтов и писателей разных национальностей, коррекционные занятия вместе. Одним из направлений работы Комитета по культуре и спорту является пропаганда и распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. В этом направлении идет взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями. Основной объем и разнообразие форм проведения городских и районных мероприятий рассчитаны на детскую, молодежную, разновозрастную аудиторию. Вне зависимости от национальности, образования, социального положения, отношения к религии. Если говорить о служебной деятельности ОМВД России по Березовскому району, то стоит отметить, с целью пресечения возможных проявлений, действий экстремистской направленности, вновь прибывших граждан и проживающих на постоянной основе проводится операция «Нелегальный эмигрант». Доложу вкратце, что на сегодняшний день на территории обслуживания, на территории Березовского района зарегистрировано 62 иностранца именно по месту жительства. И по месту пребывания интересный цифр 333. Чтобы было понятно, по месту жительства это как постоянная регистрация, постоянная прописка, прощательная и временная. В основном граждане пребывают из стран ближнего зарубежья, Средней Азии, Паджикистан, Паджикистан есть с Молдови, Украины. Подведя итоги заседания, Владимир Фомин, глава Березовского района, отметил, что особое внимание необходимо уделять образовательным учреждениям. Учитывая все-таки не спадающее напряжение в этой области, учитывая события, которые коснулись и угры в том числе. Ирина Викторовна и все члены нашей комиссии нам расслабляться и где-то сбавлять работу в этом направлении абсолютно нельзя. Юлия Диасамидзе, Роман Тягунов, авторское телевидение Березова. В районной администрации прошло очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместителя главы Березовского района Ирины Чечеткиной. В заседании комиссии приняли участие представители отделов комитетов районной администрации здравоохранения, правоохранительных органов, специалисты, работающие с детьми и подростками. Особое внимание уделялось работе в рамках протокольных поручений заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Было рассмотрено несколько вопросов, стоящих в повестке дня от организации взаимодействия участковых уполномоченных полиции с органами местного самоуправления до мер, принимаемых по предупреждению совершения преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Активно обсуждался вопрос добровольных народных формирований и их участия в охране общественного порядка. Необходимости привлечения к этой работе большего числа местных жителей. Отделу по организации деятельности комиссии было рекомендовано осуществить рассылку писем в учреждение районного центра с целью привлечения граждан в добровольную народную дружину районного центра. Кроме этого, был рассмотрен вопрос целесообразности создания системы видеонаблюдения правоохранительной направленности на территории соседнего Игрима. По каждому рассмотренному вопросу приняты соответствующие решения, направленные на повышение эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений. Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Березовском районе было очередное. Заседание проходит ежеквартально. Это заседание было третьим в этом году. Значит, на заседании рассматривался ряд вопросов, а одно из которых основополагающий вопрос заседания это было создание системы АПК «Безопасный город» в поселении Игрим. Значит, был принят ряд решений, значит, решения все будут включены в повестку, в решение заседания комиссии. Ну и, соответственно, можно будет увидеть их на официальном сайте Березовского района. Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Если вы что-то пропустили, в любое время все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ «Березова» всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Юлия Диасамидзе. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова